Удочку семилетний Кирилл Сингепов держит второй раз в жизни. Поучаствовать в соревновании по рыбной ловле на фестивале Сытоминские берега мальчику предложил папа. Он же научил хитростям в поимке речных обитателей. Вот учимся сегодня впервые. Сегодня только научились рыбачить. Вчера дома тренировались, удочку кидали по дому. А сегодня сразу начал рыбачить. Я ему предложил, он сразу сказал, давай поедем. Главное, чтобы погода была, да, удача, да и все. Хорошая наживка. Старания юного рыбака организаторы фестиваля оценили и вручили диплом как самому юному участнику. На Сытоминские берега мальчик приехал с большой группой поддержки. Мамой, папой и даже двоюродной бабушкой. Любовь Кузнецова, к слову, участвовала в состязании на лучшую уху. Секретом вкусной похлебки женщина поделилась со съемочной группой «Сургут-24». В суп она добавляет пять видов рыбы. Причем, несмотря на возраст, ловит ее самостоятельно. Три дня удила, что-то поймала. Можете поверить. 72 года, кто врет? Я уже не вру пока в своем уме. Это история. С детства мы же выросли рыбу. Наши родители любили, наши дедушки. Соответственно, мы и наши дети все передали. Только соль. Потому что вся эта рыба разная. Надо по времени правильно варить. Рыба же разная, которая долго варится, которая не так долго. Она дает навар сама рыба. Она напитывает вот этот уход. Когда вы попробуете, вам очень понравится. Все витамины и реки, и озера, и морей тут. Семьями на фестиваль «Сотоминские берега» приезжают многие. Природа, река и удочка – секрет хорошего досуга для мам, пап и детей, отмечают гости. Очень понравилось. Это спонтанная поездка была. Нам очень понравилось. Очень. Я в восторге. Хорошо, что люди собираются все вместе. У всех прекрасное настроение, несмотря на грустную погоду. Но зато не кусают мошки и оводы. Все замечательно. Когда можно увидеть тех, кого не видишь в повседневной жизни. Очень хорошо. Мне нравится. В следующий год обязательно буду еще раз здесь. Первый раз. Ну, пока под впечатлением. Только положительный. Да, весело. Все было вкусненько. Да, мы довольны. Погода, правда, ветер. Но, как бы, благодаря этому комаров нету и мошек. Да, это большой плюс. Главное событие фестиваля – соревнование по рыбной ловле. Старт состязанию дают в 8 утра. За звание «Лучший рыбак» на Сытоминских берегах в этом году боролись 137 человек. Кто-то уже давно не представляет свою жизнь без лески и наживки. Другие, как 7-летний Кирилл, взяли с Настей в руки в этот день впервые. Ну, рыбалка с детства. Я не скажу, что я прям рьяный такой рыбак. Ну так, с семьей выйти отдохнуть. У нас друзья в прошлом году ездили. Именно они подбили нас. Мы тут огромная компания. Три семьи, 10 человек с детьми. Рыбалкой увлекаюсь, ну, желтого, наверное, лет 25. На соревнованиях этих впервые. Решил с пользой выходные провести. Погода, к слову, в этот день не давала участникам расслабиться. Порывистый ветер так и норовил сдуть леску с наживкой подальше от заветного рыбного места. Однако опытные мастера удочек знали, какие именно снасти помогут выловить как можно больше рыбы даже в таких условиях. Секретов вообще, как бы, секретов много. Ну, вот, именно вот здесь, вот на берегу, вот, именно вот тут, прям, если... Тут больше всего, конечно, играет роль донные снасти. То есть на донку. А так все влияет. И температура, и давление, и ветер даже, то же самое. И температура воды, и воздуха. Ну, сегодня, именно вот, большинство ловят тут на донке. У кого донные снасти, те, как бы, ловят там и ези, и подъяски. И налима вот нас уже половили. Вот, стерлядку выловили тоже. Ну, как бы, стерлядку отпустили, потому что благородная рыба. Чтобы стать победителем соревнований, нужно было выловить как можно больше обитателей реки всего за 4 часа. Главный приз – сертификат на 70 тысяч рублей в рыбацкий магазин. Были подарки и за номинации. Например, самая маленькая добыча, самая длинная цепочка из рыбы и другие. Лучших определяли по итогам взвешивания. Лучшим рыбаком этого года стал житель Сытомина Вадим Поляков. Мужчина, к слову, подтверждает это звание уже третий год подряд. Возможно, секрет в родной земле, которая приносит удачу, или просто в искренней любви к своему хобби. Советы какие? Берегите природу. Рыбачьте, веселитесь. Я не знаю. Я отдыхаю на рыбалке. Я и зимой все время выигрываю. Зимних у меня, наверное, штук 7-8 лет с подряд выигрываю первое место. Как отметили организаторы фестиваля, в этом году количество гостей, участников и соревнований значительно больше, чем в прошлом. На праздник приехали жители не только Сургутского района, но и нефтьюганского. Сургута – всего около 400 человек. Участников много, желающих много. Воля к борьбе есть. Даже когда уже был выстрел об окончании соревнований, последний участник вытаскивал. Я думаю, вот она, последняя рыба сегодняшняя на соревновании. А так, хочется сказать, что это очень хорошо, что мы проводим такие мероприятия. Очень хорошо, что мы их проводим именно в тех местах, которые являются традиционными. Привлекать гостей в Сургутский район власти стараются не только событиями, но и созданием комфортных условий. Скоро в Сытомина будут приезжать и просто так, на выходные, уверены чиновники. Ведь в поселении готовятся обустраивать современную зону отдыха. К слову, идею предложили сами жители. Во время одной из рабочих поездок главы Сургутского района Псытомина руководитель местной администрации показал проект. Жители его нарисовали своими руками. Инициативу Андрей Трубецкой поддержал. Интересная задумка, то есть превратить набережную в зону отдыха. Очень интересный проект, я думаю, сделаем. Понятно, что он будет дорогой. Может, за год не получится. За 2-3 года сделаем. Место красивое вы видели. Береговое прикупление сделано. Но осталось сделать хорошую зону отдыха для поселка. Проект преображения Сытомина масштабный. Реализовывать будут 3 года. Потратят 62 миллиона рублей. В парке придумали сценическая площадка. У нас будет, где мы хотим проводить праздники масштабные. Затем это будет прогулочная. Там будет зона у нас, где новобрачный. Мы очень хотим, чтобы наше село развивалось. Поэтому мы акцент сделаем и на развитии молодых. Чтобы молодые семьи у нас создавались. Будет там своя инсталляция, где молодожены могут фотографироваться. То есть такой уголочек для молодых семей. Первый этап благоустройства общественного пространства, создание парка, планируют начать уже этим летом. Закончат в 2024-м. Несмотря на долгий срок воплощения мечты сытоминцев, местные уверены, что благодаря появлению такой зоны отдыха, желающих приехать и насладиться атмосферой и красотами поселения, станет в разы больше. Александр Маковей, Валерия Кудрявцева, Никита Бабенко. Специально для программы «Новости. Главное. Сытомина». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!